Мы всегда честно говорим, что мы построили ноль домов. Хотите вам построим первый? Все так Конечно, очень интересно, но давайте попозже. Мы посмотрим, что вы умеете. Короче, это барканьерская сетка. Это делается как? Делается в три стенки. Это я как старый барканьер объяснял. Да. Жена с сыном думали, что может полгода-год. Я точно знал, что мы сюда уже не вернемся. Дело в том, что с кучей народу разосрались, куча людей рассказывали, какие мы украфашисты оказывается уже, что жена у тебя хохлушка и ты не настоящий вообще патриот. Патриот чего? Я патриот своей страны, я в Украине живу. Чего вы мне гоните? Это он кормил собачку с той миски, в которой сам ел, а это именно тот, который ухарил. А это утром я с рыбалки вернулся. Я поймал его и ухватил. Он еще живой все, хоть и битый, но он живой. Он отдышался и пошел. Вообще, короче, самые нормальные спуски для подлинной десетки, это где-то по длине и чуть пошире. Нужно иметь очень крепко. Чтобы она свисала и болталась не больше от ладони. Какие-то смс угрожающие присылали. Ну, короче, бред полный. Я понял, что с этими людьми я просто жить не хочу и не буду. Даже после освобождения. Я туда просто не вернусь. Оставшихся, наверное, человек пять обзвонил друзей, приятелей. Я говорю, ну что, хлопцы, будем партизанить или как? Все такие, Андрюша, у тебя одна рука, у тебя лишний вес и одышка. У тебя из оружия только вилы. Какой нахер партизан? Собирай семью и вали. В принципе, мудрый был себе. Удивельный и стрессовый развод. Это страшнее. Я тебе привез, что обещал. Попробуешь сегодня. Колеса? Колеса. Сайхерба, то есть. Мелатонин. Просто режим снахер длинного. Я нацеливаю и хорошо, а потом в среду ночи прокидаюсь и начинаю думать. Сосередние у меня отношения не очень. Особенно, когда все это уже началось активно развиваться. По скайпу поговорили. А что это вы против России? Я говорю, Виталик, блядь, сиди блядь и не пизди. Нам тут москалей нахер не надо. Так что, может ты в правый сектор запишешься? Я говорю, да не знаю. Запишут, почему бы нет? Я не против. Вы тут сытись все от него, блядь. Почему бы нет? Это была наша с ним последняя беседа голосом. Это было зимой 14-го. А с Димкой мы последний раз общались осенью 14-го. Он под Иловайском наших мочил. Не знаю, мочил, не мочил, но бегал там. Я ему позвонил и говорю, у тебя же племянник есть. Рвется очень в армию. 18 ему стукнуло. Ты его узнаешь, когда увидишь прицел? Я говорю, он уже подрос, ты его хер узнаешь. А он тебя узнает. И что? Ну ничего, завалить нахуй. laut. Используется хер boundом. Т. Тетя-тетя. Т. Тетя-тетя. И ducks corresponds.